Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самоель, это восьмая часть Let's Play Progress Итак, сегодня у нас есть несколько важных задач, которые нужно решить за эту серию Первая из них это создание прокатного стана Давайте уберем отсюда все лишнее Так И, возможно, еще вот это Переложим в один из субдуков для всякого барахла И посмотрим, как у нас этот, собственно, стан делается Ну, разумеется, нам потребуется железо В общем, это 4 поршня Верстак Ну, короче, ничего сложного Верстаки, как обычно Находятся и там, где надо 4 поршни, верстак и немного железа Готово Так, давайте запустим Два двигателя И поставим прокатный стан вот сюда Все, прекрасно Прокатный стан Насколько я помню Может делать только Железные и стальные пластины А также рельсы И арматуру Еще он умеет делать Оловянные пластины Да, и, собственно, все Железо, сталь И олово Ну, что ж Эту ваше вы бы оставили Но в данной серии Она нам не порадуется Также мы сделаем Еще кое-что Мне нужны саженцы Гивей Которые я где-то находил Так, к сожалению Здесь их нету В остальных местах Их быть и не может Поэтому мы спустимся вниз Дабы забрать отсюда Все оставшиеся вещи Вот они Черепашки пусть остаются здесь Но остальное, ладно Как-нибудь потом заберу Лисицу я так и починил Просто потому что Наверное, уже не надо И придется вот Все Не нужно нам больше Такой поиск в адвитаре Он сильно мешает Затемнение экрана Все-таки Ну, не всего экрана адвитаря За кадром я сделал Систему О которой расскажу Чуть позже А также Очень хорошо Походил по заброшенной Шахте Нарыл достаточное Количество Стали А также Много всякого разного Но К сожалению Марганца не было Это очень большая проблема Но Но вот так Сажаю в гивею И нам бы по-хорошему ее уже вырастить У нас есть кости Костая бука И нам понадобится еще и край Дости, доски, доски Скоро придется опять идти куда-нибудь За Да, вот доски За древесиной Опять какую-нибудь Я не знаю Эвкалипт какой-нибудь Рубить большой В принципе досок Мне нужно немного Но без три капитейтора Добывать их Проблема Тичь И так У нас есть два Дерево гивеи Вот таким Нехитрым образом Мы убираем с них Всю верству Таким образом Остаются сами деревья Но при этом Выпадают все саженцы Кажется Одно из деревьев Бесполезно И второе тоже Да Опа Нет Все-таки какая-то польза есть В этом дереве И во втором, кстати Все у нас есть четыре Идеицы резины Мы можем В экстракторе Переработать ее Можно сделать вот так Можно в экстракторе Переработать А потом уже переплавить Конечно Второй вряд мне больше нравится Но Откуда Откуда я возьму экстрактор Без резины Спросите вы Все очень просто Машины бронзового века Машины бронзового века Кирпичи Кирпичи растет Зато есть глина Че это я четырнадцать глина делал Не, глину нам нужно больше Допустим стак Полстак и сюда Полстак и сюда Переработка довольно быстрая Много всякого разного Ладно Не сейчас Итак Пока что Посчитаю Здесь нужно Пять пластин И для Сквизен экстрактор Пять Да еще восемь То есть Восемнадцать бронзовых пластин Бронзу я подготовила Заранее Еще очень давно 16, 17, 18 Готово Теперь Собираю Бронзовый корпус Так Ладно У меня стоит Мирный режим Пока что Извините За вот Такое Я не знаю Тут Ничьитество Конечно Но все равно Просто потому Что база не освещена Я пока не Решил Как ее буду освещать Как только освещу базу Будет уже нормальный режим А пока что Приходится работать На мирном Иначе меня просто Съедят Да Парочка Поршней Ну Собственно Все Остались только Кирпичи Сколько есть Вот так Гораздо быстрее Чем на Рабочем столике Так Давайте сначала Произведем Машину Собственно Бойлер Угольный Прекрасно Теперь Осталось только вспомнить Как сделать Экстрактор Давайте попробуем На память Вот так И Как-то Так Да Прекрасно На память все получилось Далее у нас есть Коксовый уголь Который не жалко Где у нас Вот Вот этот тот самый Коксовый уголь Который не жалко И Еще Должен быть Где-то Да Вот еще Коксовый угол Поставим Все эти машины В другом углу Разумеется Они всего лишь Временные Стоп Какой к черту Другой угол Че я несу И уже вода нужна Без воды И как Так Мне этого ключика Не хватит Я На 100% Уверен Нет Хватило Приподи А Вода Вода Вот она Подается Через флют Идюит А Они у нас Еще Итак Смотрим Что перерабатывает Экстрактор Очень интересно У экстрактора Вот такой рецепт Я вообще Как бы Просто Без квинтеров И Переработка Вот Разного рода Резина Да Все верно Как только Бойлер Начнет вырабатывать Тепло У нас будет Достаточно Ну как Достаточно Чуть У вас будет Резина Что Здесь Еще Один Сажен Прекрасно Он А Тормоздуло Как Беги Он Не бесполезный Давайте Еще Посмотрим Может Здесь Есть Еще Сопля Резиновая Как я И Вызываю Нет Соплей Больше Нет Зато Можно Еще Раз Обобрать Вот Этот И Как бы Вроде бы Все Опять Подходим К экстрактору Экстрактор Уже Начал Работать Очень Медленно И Печально Но Работает Дальше Что Потребуется Чтобы Собрать Эту Красивую Машину По Экбайдинг Нам Потребуется Компрессор И Микросхема Это Легко Это Легко Red Alloy Ingot А Для Его Нам Нужен Да Alloy Svelter Можем ли мы это сделать В Alloy Svelter Resender I.O. Это еще вопрос Я полагаю Что нет Conductive Iron Нет К сожалению Здесь Вряд ли Есть Подобный Рецепт Да Здесь Есть Рецепты Производства Всякого Разного И Всякого Разного Значит Нам Придется Сделать Еще Одну Машину Которую Которую Фиг Найдешь Сразу Вообще Это Вот Этот Steam Svelter Без него Никак Здесь Нужно Кирпичи Ключик И Печки Да В любом случае, вот это можно получить спокойно, а стержня у меня достаточного количества есть. Опять-таки, каким-то образом можно переработать. Чё из серы делается? Полично. Слизь и найти, песок, душ найти, вот вообще не проблема. В то же время это гораздо дешевле с точки зрения бронза. Я не хочу перерабатывать половину моих ресурсов на то, чтобы произвести доменную печь начального уровня. Бронзовая печь стоит огромное денег. Особенно учитывая, что мы не можем производить бронзовые пластины. Нормальный способ. С печками я разберусь за кадром. Ну и теперь пошло в реверскайзу про эту адскую систему. Итак, по сути, это та же самая система, которую я начал делать в прошлой серии. Это рефайнери. Кстати, уже можно всё выключить. Это рефайнери. Сюда поступает нефть из эндертанка. Второй такой эндертанк стоит вот здесь. Кстати, пока что... Да, ойл один. Пока что не видно уменьшения пятна нефтяного. Рефайнеры перерабатывают нефть в бензин. Ну, если кто-то не знает. Здесь стоят двигатели на бензине, которые, собственно, этим рефайнери и подают энергию. Вся проводка сделана с применением мода Ender I.O. Это провод, который передаёт расстроен сигнал. То есть включить движки, выключить движки. Ой. Что это было? Нет, долбануло чем-то. А, я стоял здесь. Всё понятно. Почему мне долбануло? Сюда выход пара идёт. Дальше. Здесь идёт вода. Из вот такого бесконечного резервуара. Очень полезная штука. Могу сказать. И третий провод – это провод с энергией. Который… Ну, короче, я его здесь не найду. Но он называется Energy Conduit до 128MG максимум. Ender I.O. позволяет соединить все три провода в одном блоке. Что очень-очень удобно. Здесь идёт провод с топливом. Собственно, из рефайнеры. А дальше провод с энергией идёт к машинам, работающим на билдкрафт топлива. Это роллинг-машин, два лойс-велтера и шесть сагнилов. Которые, ну, в последнее время перерабатывали, как мы видим, улыжник в песок. Причём перерабатывали весьма успешно. В большом количестве. Вот. Собственно, вот и вся система. Почему я не показала её строительству? Поскольку сам делал что-то подобное в первый раз. Не очень приятно и тем более не интересно смотреть на человека, который делал что-то в первый раз. Я бы запинался. Говорил только свои предположения. Сказал бы наверняка много ложной информации. Поскольку с самим модом знакомлюсь вот только первый раз в этом лосплее. Гораздо лучше я приёл более правильное, с моей точки зрения, решение построил всё за кадром. На это ушло гораздо больше времени, чем хотелось бы. Но я всё это построил, понял, как это работает, что это всё не взрывается. И вроде бы всё в порядке. Разобрался с модулями, вот, экстракт, с кондиоитами и так далее. И теперь всё в порядке. Теперь всё это работает, и я могу вам объяснить, как это работает, уже, по крайней мере, показывая готовую систему. Также, вот, что касается жидкостных проводов. Единственное, что я не понял, это как подсоединять, вот, допустим, к этому проводу с водой, если мне нужно подсоединить, вот, вот, ну, грубо говоря, сюда проводу. Я понимаю, что что-то тыкать надо. Ну, а чё? Короче, я вот, вот это я не понял. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знакомы с этим. Чёрт вас, извините. Чёрт побери. Если вы знакомы с этим модом, напишите, пожалуйста, в комментариях. Дальше, что ещё? Вот, собственно, интерфейс, флютка диета. Есть мод in-out, то есть, ну, грубо говоря, просто кодиет, идёт жидкость и туда, и сюда. Дальше есть мод extract, достаёт из данного резервуара жидкость. Особенно стоит заметить, что всё это настраивается на вот таких маленьких коричневых штуках. То есть, можно сделать вот сюда импорт, а вот отсюда extract. Или наоборот. В Thermal Expression такое делать было нельзя, это очень хорошо. Хотя попасть по вот этой маленькой Conduit Bundle бывает очень и очень непросто. Дальше, after extract, сигнал cover, пока не разобрался, что это такое. Также есть режимы active with signal, то есть только, когда есть add-soll сигнал, только, когда нет сигнала, никогда не работает, не знаю, зачем этот режим. И работает всегда. Я, конечно, ставлю в последний режим. И режим Disabled, то есть вообще не может передаваться. Что я сделал? Я очень нехорошо сделал. Disabled я её совсем ломаю. Ага, она с паром получается. То есть придётся вот так мне делать хитро. Да, будьте осторожны. Может быть очень нехорошо. И давайте поставим Extract и Mode Insert, то есть просто вход, по сути. Что ты будешь делать, а? Вот, Insert. Вот сейчас я реально не представляю, как делать. Ну ладно. В любом случае нам больше здесь пар уже не нужен. Надеюсь, я вам объяснил то, что знаю. А теперь я говорю до свидания, уважаемые зрители. С вами был Самоель. Это был Let's Play Progress. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok